Всем привет, друзья, боксерщики, а также все те, кто смотрит нас. Прежде чем мы начнем, я хочу поблагодарить, искренне поблагодарить от лица всей нашей школы бокса Сергея Рааб, а также от себя лично, всех наших подписчиков, а также всех тех, кому интересен наш канал, за ваши теплые и добрые комментарии, которые вы оставляете для нашего канала, для нашего тренера лично. Это мотивирует и вдохновляет нас делать наш контент для вас намного интересней и полезней. И за это вам огромное спасибо и низкий вам поклон. В этом видео тренер расскажет о таких вещах, как уклоны в боксе. В боксерском мире данные уклоны называют майки. Смотрите внимательно и запоминайте. Только на нашем канале вы найдете все ответы на ваши вопросы. Будьте здоровы, становитесь с нами сильнее. Про уклон можно говорить без конца. С уклоном в боксе столько связано, что я думаю, что это один из, наверное, ярких и очень красивых элементов. Он очень хорошо сочетается и с ударной техникой, и с передвижением. Очень много видоизменений уклона. Есть три варианта в учебных вариантах. То есть это не боевые варианты, но они подводят к бою. То есть эти варианты, они нужны для учебного процесса, чтобы объяснять, на какой фазе какая часть работает. Много как бы стратегий как раз вот ставятся на вот этом элементе, когда выходит из уклона боксер, его встречают. То есть на самом деле это очень, ну, очень просто делается. Поэтому вот как вы удар ставите быстро. То есть вы должны понимать, что удар и защита, они одинаковые. То есть если вас быстро бьют, вы быстро защищаетесь. И поэтому самый первый уклон подводится, как, ну, вот, говорят еще маятник. То есть он очень короткий, делается на коротких мышцах. Делается он без переноса веса тела, без подборки там стопы и так далее, и так далее. То есть вас по направлению бьют, вы просто убираете тело. Тело можно убирать в сторону, можно убирать с правильной динамикой, отклоняя тело назад, без смещения. То есть если заваливаться куда-то туда нельзя, то есть просто все работают одни мышцы. То есть вперед тоже есть уклон. Но вперед вот уклон очень часто как бы с такой ошибкой делают движение вперед самой головы. Здесь не то, что голова вперед идет, а здесь выставляется тело. То есть если сбоку смотреть, то оно просто скручивается. Вот это вот движение. Вот это вот движение, оно тоже связано с ударом, потому что как бы падающая вот эта вот часть, вы как бы вперед делаете уклон всегда с ударом. То есть просто вот так вот нырять нельзя. То есть если делается уклон вперед, то всегда с ударом. Ну, чтобы было как бы понятнее, да, вот к чему это может привести. То есть любой ваш уклон должен вам открывать работу для удара. Первая учебная модель вот с подводящим упражнением – это вот это вот. То есть то, что вы можете как бы раскидать. Причем вот движение рук до колена идет. В бою до колена не надо идти. То есть у вас очень короткое будет движение. Если удар – быстрое движение, то и срабатывать вы будете быстрее. Но на руке мышцы меньше, а в теле мышцы больше. Поэтому вот это вот движение и вот это вот движение, они сложные по модели. Как правильно поставить, движение уклона и движение удара должны быть идти, ну, как автоматически. То есть это выставляется. Вот ты набиваешь удар и должен также набивать и уклон. Теперь дальше по поводу плечей. Плечи вот из подводящего упражнения вот здесь ровно. Может так получиться в бою, что ты будешь играть перед соперником. Это где-то, ну, больше, наверное, к дальней дистанции. Потому что на средней дистанции и на ближней дистанции ты особо не поиграешь. То есть это очень хорошо с дистанцией делать, когда ты соперника на 100% ну, как бы контролируешь. По крайней мере, зрительно. Теперь по поводу плечей. Вот смотрите, одна рука у меня назад уходит. Вторая как бы держит здесь. Здесь самое главное вот это вот бедро не разбалансировать. Потому что любое выдвижение плеча, вот подводящее упражнение, говорит о том, что если у вас плечо выдвигается, это момент удара с одной стороны и момент удара с другой стороны. То есть на уклон вы можете вообще, то есть впасть в уклон и только с этой точки работать, без смещения бедер. Это один вариант. Следующий вариант, советский, вот в советской классике сейчас, ну, любители бокса, особенно старой эпохи, вот, ну, сто пудов, как бы вот это вот вспомнят. В советской классике уклон, это перенос веса тела. Причем не просто перенос веса тела. Можно даже без сгибания делать. То есть без вот этого движения, а просто вот, ушел на сторону. В советском варианте обязательно плечо должно было уходить вперед. И вот очень много вопросов по поводу вот этого плеча. Понятное, да, то, что вот это как бы, ну, гораздо быстрее, чем вот это. Зачем выводилось плечо? Плечо изначально выводилось, чтобы сам защитный элемент уклон и удар не разрывались. То есть, понятное дело, что вы вытащили плечо, значит, под это вот вытаскивание плеча вы уже как бы автоматически, ну, заряжаете удар. С другой стороны, выдвижение плеча вперед прикрывает вас. И здесь вот, смотрите, вот очень важно это положение головы. Наконец-то мы до этого дошли, потому что очень много мальчишек делают вот так. И получается, что угол зрения искажается. То есть здесь очень трудно, особенно с непривычки, очень трудно прицелиться. Поэтому ваша голова при вот таких вот уклонах должна всегда смотреть на соперника. И желательно, чтобы она была выровнена по зрению, чтобы вы могли прицеливаться. Как бы вы не уклонялись, ваша голова всегда смотрит на соперника. И отворачиваться в уклоне тоже нельзя. Здесь еще раз говорю, поле вашего зрения, или, скажем так, коридор вашего зрения, он не должен быть ограниченным. Теперь смещение, вот эти очень хорошие смещения, они вытаскивают очень много силы для следующего движения. То есть когда у вас идет перенос веса тела, все тело у вас участвует в этом движении. Разве это не удар? Разве вот это не удар? Разница между уклоном, как защитным действием и ударом нету. На базе уклона ставится удар. То есть это такое защитное действие, которое, ну, ты просто не сделаешь удар без него. Да, можно вот так бить. Поэтому изначально в боксе боксеров учат, приучают, это на первых упражнениях. Сначала через маятник наносить удар. Так, например, одна сторона. Вот мышечная часть уклона – неотъемлемая сила удара. То есть если, например, я вытягиваю, что я так делаю, я могу с этого движения начинать свою атаку. Вот этим движением я могу отвлекать. Этим же движением я могу, как это сказать, провоцировать, финтить. То есть делать какое-то такое движение, которое, ну, 100% похоже на удар. Вот где они сливаются. Третий вид. Третий вид еще сложнее. Потому что он связан с передвижением. С передвижением на ногах. Очень часто бывает так, что в бою вас загоняют, ну, очень быстрыми ударами. И эти удары не кончаются. Один, второй, третий, четвертый. То есть перед соперником стоять нельзя. Вы всегда должны, как бы, ну, искать, как бы, такую сторону, где у вас будет дистанция, на которой вы будете контролировать и видеть своего соперника. Чтобы, ну, приложиться к нему ударом. И поэтому уклон делается вместе с шагом и делается вместе с переносом веса тела. То есть, вот, например, в ту сторону тебя вот пугают, ты вот уклоняешься в эту сторону и уклоняешься уже ее под ногу подводишь. Чтобы было, как бы, ну, понятно, вы как бы подсаживаетесь под ногу. И здесь вы уже можете смещаться. Выпрямляться нельзя. Ушел на ногу, выпрямляешься уже ногами. То есть, ну, это, не знаю, это, ну, везде этому учили, везде. Сейчас, не знаю, почему не объясняют это. Раз, он начинает выпрямляться, получает серию ударов. Некоторые виды, вот, ну, глупости абсолютно, вот, начинают мальчишки, вот, заорганизовывают себя до такой степени. Они выходят, и они думают, что они себя вот так вот защищают. Их тут же вскрывают, тут же вот руку, ну, как это сказать, вот, показывают. Вот он только от нее уклонился, и точно-точно, как вот в пневмогрушу ты бьешь, ну, он ложится как один. Поэтому, если ты шаг выставил, на ногу наклонился, лучше выпрямиться шагом. С шагом можно также и вперед делать уклон, и в серединку, ну, фронтально, и назад отступать. Есть даже один вид уклона, который делается, как бы, ну, немножко не математически. То есть, нелогично делается. Если вот здесь мы делаем шаг, и на шаг наше тело очень легко наклоняется. То есть, ну, правильно, да, можно подсесть на ногу. В эту сторону, в эту сторону, в эту сторону, можно в эту сторону. Можно как под эту, так и под эту руку подлазить. Самое главное тебе уйти с поля, ну, когда по прямое движение идет. Любое передвижение у вас может быть на ногу, любое. То есть, вы двигаться можете на ногу, то есть, чтобы не застаиваться. Еще раз говорю, это важно. Уклон ставится и делается в одном режиме вместе с ударом. Вы быстро удар ставите, быстро уклон должен делаться. Вот, например, ну, на средней дистанции точно это не будет работать. Только в том случае, если вы сопернику не позволяете себя бить, ну, не позволяете прицелиться к себе. То есть, он не может прицелиться, потому что вы постоянно, ну, смещаетесь, постоянно головой дергаетесь. То есть, это очень трудно. На самом деле, для хорошего боксера это не проблема. То есть, он просто выждет и ударит коротким, средним ударом. Вот, вот это нарабатывается умение на снарядах. Все уклоны, все защиты, все вот это, вот это одна, один и тот же цикл тренировок, что на удар, что и на защиту. То есть, он должен быть всегда, присутствовать должен на всех тренировках. Есть очень нелогичный, как бы, уклон. Вот, на эту ногу, понятно, да, удобно наклоняться, и с ударом удобно наклоняться. И из нее можно, от выпрямления еще можно и, как бы, энергию для удара получить. То есть, если ты это с места делаешь, в сторону ушел, или, например, подошел сюда ударить, понятно. Но есть один такой уклон, который делается, вот, например, левая нога, и ты уходишь в правую сторону. Вот, тоже очень много вопросов, это для быстрого перемещения. Вот, Майк Тейсон тоже очень любил и часто пользовался этим. То есть, он брал ногу, чуть-чуть отставлял в сторону, при этом делал уклон. Выглядело это вот так. То есть, нога уходила сюда только для того, чтобы можно было быстро уже перенести свое тело и продолжать наносить удары уже из немножко, как это сказать, из другого варианта уклона, маятника. То есть, он соединял, грубо говоря, один вид с другим видом. Вот, что такое уклон. Делать его обязательно. И разучивать его надо, еще раз говорю, с той же техникой удара. Меня мой тренер, когда учил, вот, именно по советской классике, он мне всегда говорил, что любое защитное движение, любое защитное движение должно открывать тебе возможность для удара. Если в твоем защитном движении нету этой возможности, ты уязвим. После одного удара будет второй, третий, четвертый, пятый, и они будут лететь с такой скоростью, что изначально, ну, до интуитивного состояния защита доводится. Точно так же, как и удар, то есть, ты не думаешь, а уже умеешь делать это. То же самое и с защитой. То есть, в бою я точно не думаю, так, какую я буду применять защиту, маятник или уклон со смещением там на ногу. Я буду делать все возможное для быстрого своего удара. И если для этого мне нужно будет применить, скажем так, один вариант или другой вариант уклона, ну, это только в боевой ситуации делается. Уклон тренируется посредством гимнастических упражнений, массы гимнастических упражнений. Там я показал только одно подводящее упражнение, а их масса, то есть, и вот эти вот упражнения, вплоть до того, что даже некоторые круговые формы или полукруговые формы, то, что относится к другому защитному действию, например, нырок. Нырок, у него те же самые характеристики, но о них и о специфике их мы будем говорить уже отдельно. Самое главное, еще раз по уклону, парни, не заорганизовывайтесь одним движением. В боксе нету только вот этого или только вот этого. В боксе будет и это, и это, и это. Вы должны пройти весь, в буквальном смысле, вот этот вот путь, на котором будет вам встречаться и вот такой вид уклона, и такой вид уклона, и отклон назад, и с ударом вперед. Ну, если по применению уклона, я вам так скажу, что сначала вы видите удар, и потом применяете уклон. То есть, лучше всего уклоны, ну, получаются, как правило, на дальней дистанции, потому что здесь есть у вас время и расчет, то есть, когда его сделать. Либо, короче, на средней дистанции очень тяжело, как бы, с уклонами, потому что скорость удара, ну, она, ну, просто быстрее. Но это не значит то, что не защитит вас уклон на средней дистанции. Защитит и на ближней дистанции защитит. Еще раз говорю, у бойца в бою это все уже интуитивно. То есть, он уже чувствует уклоном, да, вот некоторые мальчишки, они изначально задирают свое тело уже под уклон, чтобы скидывать удар. И чтобы как можно, ну, вот по прямой стоишь, дистанция одна, начинаешь в сторону чуть-чуть оттягивать, дистанция уже меняется. То есть, угол удара уже в вашу сторону меняется. И вы можете уклоном своим регулировать еще вперед-назад. То есть, уклон, это, говорю, очень гибкое, говорить можно об уклоне бесконечно. Уклон назад. То есть, также можно, вот, пугаетесь, ну, это у новичков постоянно. Тело назад отвел, ногами подровнял. Все, защитился. А если тело назад отвел, вперед поведешь, ну, ты сто пудов на двоечку нарвешься. В уклоне есть минусы. Эти минусы очень хорошо надо знать. Вот я в бою, например, начинаю загонять, я вижу, что человек делает уклон. Он из уклона уже не выйдет. Поэтому применение уклона, оно, и когда вы ставите его уклон, уже нарабатываете на зеркале, на мешке, на лапе. То есть, вы уже понимаете, ну, где его опасность. Можешь не успеть выйти из уклона. Тебя могут загнать, и выпрямления у тебя так и не будет. То есть, вот в этом состоянии ты и будешь, как бы, сохраняться. Теперь, вот эти вот подводящие, опять-таки же, упражнения, которые, ну, как, помогают развивать все уклоны, все отклоны и так далее, и так далее. Парни, просто, ну, вот это вот, это, с этого всегда начинается тренировка. Вот в учебной разминке боксера, в самой первой его форме, там вот эти вот упражнения, как отче наш, прописаны. Во все стороны вы должны, как бы, себя промять. То есть, поймите, если вы создадите мышечный скелет своей защиты, вы создадите мышечный скелет своего удара. И защита, и удар – это одно и то же свойство. В советской школе говорили, что боксер защищается ударом из защитного положения. Вот он должен себе создать такое защитное положение, где ему очень удобно и комфортно будет бить. И он 100% не задумываясь ударит. Поэтому вот эта вот форма защиты телом, она является мастерским. То есть, понятное дело, что если новичок выйдет, и давай, ну-ка, меня попробуй поймай, да я его сразу прочитаю. Не получится у вас даже уклона сделать. Поэтому, ну, это вот по новичкам, до первого разряда, мальчишки как столбики прыгают. Ты не заставишь его ни влево, ни вправо, ну, как бы наклониться, потому что просто нету такой, ну, мышечной формы. Она не создана. Все подводящие упражнения, все вот эти вот, ну, я не знаю, почему их не делают, подходят к мешку, начинают мешок бить и не понимают то, что, как бы, ну, вот это то же самое. То есть, без вот этого, ну, ты так же, как и без удара, ты не выйдешь в ринг. И это только одно защитное движение телом. Одно уклон. На базе уклона, вот, кстати, есть одна из разновидностей нырка. Тоже очень интересно. Я, как бы, забегу вперед немножко, просто расскажу, как это происходит. Бывает так, что вас загнали в уклон. Вы выходите из уклона нырком. То есть, первая часть вот этого нырка заключается, и она заключена. Согнули тело. Вы можете его выпрямить. И вот так. Правильно? Да. Согнули тело. Ну, через вперед лучше его не проводить, потому что могут, ну, махнуть рукой, и вы как раз прилипнете к руке. Все вот эти вот подводящие вещи, все вот эти вот крючки, все вот это вот, ну, очень сильно помогает. И это в разминке. Второй вариант, который просто необходим, это в одной динамике прокачивать и уклон, и удар. То есть, если, например, вот просто ты в мешок бьешь, вот у тебя удар, то ты попробуй, ну, как бы, начать его. Кинь, кинь в уклон, как в бою. И потом выстрели. Можешь одновременно, уклоняясь, уже одновременно наносить удар, если для этого есть такая необходимость. Можешь с подкруткой. Это все надо программировать. Не должно упираться в какое-то одно объяснение. Это реально очень серьезный тренировочный процесс, который прошивает вашу мускулатуру, ваше подсознание, которое может даже менять химический состав внутри вас. То есть, как только у вас вот этот пресловутый вкус победы на языке появился, вы там так начинаете эти уклоны крутить, вертить, что там реально это эффективно. Эффективность уклона, ну, безусловно, в опытных руках только чувствуется. В неопытных руках она, ну, вас ушатает. Потому что вот эти вот движения, еще раз объясню, если в ринге вы их делаете, вот эти вот движения, они емкие. Попробуйте, вот сколько вы таких движений сделаете за тренировку. Почему их так много должно быть на тренировке? Потому что вот это вот движение вы делаете, а вот эти вот движения вы как-то игнорируете. Так вы и делаете одновременно. И эти движения, и эти. Можно и так, и так, и так. Тем более скорость руки и скорость тела в данном случае должна быть одинаковая. Чтобы вы как бы защищаясь уже как бы били. Со смещением, не со смещением, с ногами, не с ногами. Там все вкупе надо это изучать. И это от тренировки к тренировке. Это процесс для настоящих чемпионов.